От Магадана до Рима автостопом. На такой решится не каждый. А вот Клименте Гонзалес, преподаватель итальянского языка, решил доказать всему миру, что путешествовать по России не опасно. Проделав четырехмесячный путь, он оказался в Тольятти и повстречался со школьниками физико-математического лицея нашего города. О приключениях итальянца в России расскажет Наталья Сорокина. Знаток шести языков Климента Гонзалес русский изучал прямо в дороге, общаясь со своими попутчиками и новыми друзьями в России. Спустя 120 дней способен изъясняться на родном языке для тольяттинских школьников. Мне очень нравятся люди, русские люди. И в Европе есть как немного плохая стереотипа о русском. И когда я был в России, я видел этот стереотип неправда. Но я хотел, у меня была идея, делать это как репортаж в России, всю Россию путешествовать. И показать в Европе, как это неправда, как русские люди, все очень хорошие. Я очень люблю людей в России. Россия глазами обаятельного полуитальянца-полуиспанца оказалась не такой грозной, как ее описывали европейцы. Единичные отрицательные эпизоды с лихвой перекрылись общим положительным впечатлением от людей, готовых принять в гости незнакомого иностранца, всего лишь списавшись с ним по интернету. В Европе, по словам Климента, такое радушие почти невозможно. В один короткий урок нельзя вместить впечатления иностранца в России. Старшеклассникам были интересны. Его первая реакция. На российскую действительность забавные случаи в дороге и многое другое. Ну, очень было неожиданно, что европейские люди с таким менталитетом, которые обычно думают, что на самом деле в России реально все плохо, и человек решил поехать и доказать всем, что в России на самом деле все по-другому, и поменять их точку зрения о нашей стране. И это было очень неожиданно, что человек настолько смел, потому что не каждый решится на такое. Ванька, тебя удивили? Меня удивило, что он путешествует от Австопа. Я бы никогда не решился на такое, честно скажу. Путешествие в Россию для Клемента Гонзалеса скоро закончится, и он окажется в Риме. Следующая остановка в Самаре. Кстати, приютила и гостеприимно приняла Гонзалеса многодетная тольяттинская семья. Но эта история достойна отдельного сюжета. По итогам поездки Клем хочет сделать обширный репортаж. Первые описания путешествий уже пользовались популярностью в интернет-кругах. На память о нашем городе останутся добрые лица тольяттинских любознательных школьников. Наталья Сорокина, Александр Туровский, служба информации ВАЗ-ТВ. Клемент, вы немножко расскажите вначале. Как вас зовут? Медлина, медлина, медлина. Медлина. Камера? Как вас зовут? Что у вас за дворец? Семь звезд. Ага. Подожди, подожди. Еще раз. Подожди, подожди. По-английски, по-русски? Давай звучи по-русски. По-русски. Трудно мне. Что я должен рассказать? Как вас зовут? Откуда? Ага. Мои имя... Мои зовут Клема. Я 29 лет. Я половина итальянец, половина испанец. Родилась в Испании. Но я жил в Италии. И я решил приходить в Россию, потому что, когда я был в Питере, я жил три месяца в Питере, и мне очень нравятся люди, русские люди. И в Европе есть как немного плохие стереотипы о русском. И когда я был в России, я видел этот стереотип неправда. Но я хотел, у меня была идея, делать это как репортаж в Россию, всю Россию путешествовать. И показать в Европе, как это неправда, как русские люди все очень хорошие. Я очень люблю люди в России. И я уже 120 дней в Россию путешествую из Магадана. И я пойду сейчас, это неделя, в Украину. Уже почти я закончил моё путешествие. Давай. Алина, а вот за все время, где вы были, в том курсе я запомнился? Медленно, медленно. За все это время, где вы были? Где вы были? Много, много в городе. Что больше всего запомнилось? Что больше я помню? Что больше запомнилось? О чем? Ну, самое... Самое интересное. В России? А в России? Много. Четыре месяца я был в России. Я был в Магаданской области, Якутия, Бурят, Ятува, Сибири. Удмурд, Татаря, и еще много, я не вспомнил. Ну, в России есть много разница, много разница, много разница, культура, язык, не все одинаково. Есть много разница и запах. Магадан, например, Якутия. Что я помню? Я помню много, надо много рассказать. Но если ты мне дал вопрос, специфический вопрос, я могу отвечать. Если иной, я должен говорить много. Да, конкретно. Да, понимаешь меня? А не страшно ездить от доступа? Не страшно? Когда я начинал, конечно, было страх, потому что я не говорил по-русски. Три месяца назад я ничего не говорил по-русски. И я не узнал, как менталитет, как люди. Конечно, меня было боится. Потом, когда я начинал, я видел, что нет, не надо. Но была ситуация, не очень хорошая ситуация. Два-три раза, все. Надо знать, как ответить, если это плохая ситуация. Автостоп, я думаю, очень хорошая манера путешествовать в Россию. Очень тяжело. Нет, не тяжело. Сейчас чуть-чуть тяжело. Из парта в России, не знаю, как будет по-русски из парта. Как? Часть. Часть? Из? Запад. Запад часто, там очень легко путешествовать. Ты можешь делать 1-6 километра в один день без проблем. Ну, русский очень хорошая молодежь. Вот русский человек для вас, это какой человек? Вообще, когда ты делаешь автостоп, ты не знаешь, кто ты будешь знакомить. Ну, ты не знаешь. Нет, впечатление от русского человека, от русского характера. А, от русского? Ну, например, очень хорошо, как они применяют гостей, как они хотят показать еду, культуру. И в Европе этого нет. В Европе, ты должен, можно сказать, знать друг и друг. Если ты, как я, в России, например, у меня не было друзей, как я приехал в Россию. Я только в контакт. Я писал смс, и люди применяли, например, гости, хотели показать город, убить мой гид. И я никого не познакомил. Только потом. И это в Европе нет. Если ты пишешь в фейсбук, человек, которого ты не знаешь, нечего будет работать. Это большая разница. В России не надо знакомиться. Если у тебя есть друг, это друг говорит другой друг. Да? Почему вы решили связать свою жизнь именно с путешествиями? Почему вы все? Почему вы путешествуете? Путешествуете. Почему автостопы, путешествия? Почему вы путешествуете просто? Не обязательно автостопы. Ну, путешествия. Почему? Тебе, например, ты не бы хотел путешествовать в Европу, смотреть, как там. Ну, все, просто. Я хотел смотреть Россию. Я был в России уже один раз в Питере. И вообще мне понравился человек. И я хотел повторять. И смотреть все в России. Потому что, когда я был, например, в Питере, Москва, они всегда мне сказали, не идти там, потому что там плохой человек. Не идти в Магадан, не идти в Якутии. Там очень много плохих людей. Это неинтересно. Ну, я не верю. Мне неинтересно смотреть в мои глаза. Потому что я решил начинать мое путешествие из Запада, из Магадана и путешествие в Россию. С востока на восток? В восток. А вот хочется уезжать обратно? Если я хочу обратно? Да, я хочу, я должен. Виза. Ну, если не, я был, быть здесь еще, да. Только погода мне не нравится. Сейчас скоро будет холодно на меня, но я не хочу. Я уже был в России в зиму и я не могу. Я не привыкли, я... Мне нормально, когда жму я плюс пятнадцать. Ну, я живу на море, я могу плавать на море восемь месяцев на год. Ну, я попробую жму я в России, ну, много депрессии, много... Мне надо солнце. Ну, из апреля до септября я могу жить в России без проблем. А вы бы хотите вернуться в Россию? Да, конечно. Ох, супер. Я хочу, смотрите, жму я Сибирь, Магадан, я хочу попробовать минус пятьдесят температуру. Один недель, не больше. Только попробовать, давай, я делаю, все, вернусь. Да, я хочу вернуться, конечно. Если у меня будет возможная виза, конечно, я вернусь. Почему нет? Сейчас у меня много друзей, я хочу смотреть, увидеть, увидеть еще раз. Да. Вам нравится больше путешествовать или преподавать? Язык, язык, вы преподаете язык? Я преподаваю язык, да. Что нравится больше, путешествовать или оседлые, то есть преподавать? Другое. Путешествовать еще мне не дают деньги. Чуть-чуть, только чуть-чуть. Но, конечно, если будет как моя работа, путешествовать я могу. Но немного, потому что, ну как, чуть-чуть по чуть-чуть ты будешь старый. Ну, ты можешь делать это, как ты молодежь. И превратить ты можешь до 60-ти лет без проблем. Ну, это другая работа. Одна работа здесь, другая работа, это как физическое и психологическое путешествие. Если ты один, это работа физическое и психологическое путешествие тоже. Если ты не один, я думаю, только физическое путешествие. А у вас есть братья или сестры на родине? Есть братья, да, 21 лет. Вы скучаете по своей семье? Ну, я не скучаю по моей семье. Ну, я привыкла, но когда я был 16, я не знаю, если ты родилась в семье, она, которая, они пушили, форсили, не знаю, как сказать по-русски. Ну, они тоже много путешествуют, и я не слушаю матика, я не знаю ничего, я не могу читать, не могу писать по-русски, только я слушал. Я учил по-русски говорить с шофьером. Иностранный язык КАМАЗ, по иностранному водителю, да, и там английский, и КАМАЗист, или там кто-то... Никого не говорил по-русски, ну, шесть, язык. Шесть. Что сложнее, скажем, вот из всех языков русских, на каком месте? Моя мама испанская, ну, это мой язык, итальянский тоже, папа итальянец. Английский, лет на школе тоже. Что еще? Литовский, потому что я, когда я работал, я это был там, ну, тоже. Я учился в Литовске. Русский, Литовский. Вот, смотрите, я думаю, чего я хотела спросить. Вот мы узнаем об обстановке в Италии, да, из новостей. Кризис, народ ходит, ну, в Испанию, например, Басту. Меделина, Меделина, Меделина. Ну, я понял, вы сказали, что вы видели об Испании, об Италии, о кризисе. Слушайте, как живет сейчас Италия, Испания, вот в этот кризисный период? Кризис есть, только... Не все может видеть, потому что есть... Хороший момент в Италии, в Испании тоже, который наша бабушка, наша дедушка... Было возможно... Знаю, как сказать. Слакать собрать денег, копить, что ли? Копить, в смысле копить деньги, да. Да, было много. Но если они живут еще с мамой, папой, например, то только если ты хотел, например, делать в семьях, то это среднее. Но don't move, fix it. Налоги очень... Да, и цена жить, cost of life go up. Ну, если это проблема, конечно, ничего не знаю, когда... Ты же эмигрируешь? А куда эмигрируешь? Германия только, ну... Англия. Не много, потому что... Потому что еще в Италии, Испании, хорошее жить. Отдыхают все, медленно, ты работаешь не больше, чем 6 часов каждый день. Ну, я всегда много времени делаю. Мишни ситуации с вами. Мишни, не понимаю, мишни. Сваный. 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 Сваный ситуаций. О, много. Конечно. Расскажите. Байкал. Вы знаете географию, да? Окей. Здесь Якутск, есть Магадан, есть Якутска. Это есть Чита, Улан-Де, Иркутск. Окей? Например. Это была моя дорога. Между Якутск и здесь есть, это Транссибириан, это Владивосток. И это Владивосток. Это Транссибириан на дороге, это М-56. 1 200 километра, Якутск, не вер. Окей? Есть это 20 километров. Магадан, Якутска. Здесь нету, Тайга, Медведь, и все. Только есть, каждый не знаю, 300-500 километров, как старовка, станция бензина. Ну, так. Ну, один день, я был много трафика. И было вечер, я не узнал, что делать. Было очень дерево, как 7-8 часов, в вашем доме, деревня там очень, как, опасно. Опасно, потому что там много-много пьют, много алкоголизма там есть. Но деревня, это очень, как место, где ты не должен стоить. Это очень плохо. Но я думаю, я должен решать между алкоголизм и медведем. И я решил медведем. Ну, я уехал из маленькой деревни, и я нашел это, как бензин. Ну, как бензин. Как по-русски это? Бензин. Я понимаю, бензин, как эта структура. Заправка. Как у меня в Италии было это год. После войны. Если вы, не как здесь, это хорошее, все хорошее здесь. Там была структура, как в Италии было 50 лет назад. Я не думал, как здесь, это работает, как, что это? Ну, и я был один. Я не узнал, если это работает, не работает. Я видел, давай, пойдем там. И это работало 24 часа. И что было интересно, там я встречал одна девушка, русская, очень красивая. 24 лета она, и она была одна, и не узнала, что делать. Ну, мы говорили много, да, и она применяет мне гости, и это бензин. И мне, ну, как рассказать, я там спал, ну, это бензин, и я ел много, ну, и она мне рассказала, как история, это странная история, но как девушка одна может жить там. мама, она мне сказала, она работает один недель, 24 часов, они недели дома, один недель еще раз работает, и она живет один недель там, одна, это структура, и я не узнал, что ты делаешь один недель? может быть, здесь каждый день будет пять, десять, машина, что ты делаешь все? Она мне сказала, а я читаю, я читаю много, давай, читаешь бы, чуть-чуть скучно, но, я сказала, а почему ты не хочешь поменять, жить, поменять, не знаю, и она мне сказала, как поменять, много человек там, не знаю, как видеть другое жить, если ты спрашиваешь, почему ты не хочешь другое, почему ты не хочешь поменять, они не вижу, не вижу, но они, как если закрыты глаза, это было интересно, ну, все хорошо было. Представьте ситуацию, когда глазами девушка сидит, поднимает глаза, стоит итальянец. Она была чуть-чуть шоков, да, когда мы видели. Она так, конечно, я даже думала, это бензин, это дорого, это тайга, все тайга, это есть только один дорого, без асфальт. Нет, километра, я был здесь, это часов, I was worried, как по-русски? Широт беспокоился? Да, да, потому что было это, дороги, час были большие, очень быстро, машины не встают, хотели приходить в Явландию, потому что был фестиваль, музыка, фестиваль на Байкале, я очень хотел там. И было, когда я был здесь, было Monday, как Monday, понедельник, и этот фестиваль будет начинать вторник. И это было большой километр, и я не узнал, как там, но я груст, чуть-чуть, я думал, не будет этот фестиваль, давай. Ну, я начинаю делать автостопы, это не бандиты, но я не бандит, я итальяна, итальяна, ты покажи пасапорт, ну, покажи пасапорт, он хотел смотреть мой пасапорт. Я дал, я показал мою пасапорт. Ты хочешь делать мне что-нибудь плохое, у меня есть это. И он показал мне большое ногу. Давай, отдыхай. У меня было. И он успокоил меня, что ты хочешь делать в России, в России плохое, здесь хорошо. И я сказал, я здесь, в России, я хочу делать каждый рапорт, что ты делаешь, что ты делаешь. Политика плохая, все плохо. Не сказал. И и он всегда, я начал. И потом он начал говорить, это странная, странная история, но я начал думать, я боюсь. Ну, changing. Я начал в чувстве, ну, где я, это психо, это было, чем психо, человек. Спасибо. Вы идите на урок. Ваши. Спасибо. У друга, Николай. Пань, давай, что-то, что-то, что-то. Один, микрофон, давай. Все? Че? Ребят, что удивило в этой встрече? Прямо, вам слов. Что удивило? В этой встрече? Что-то удивило? Ну, очень было неожиданно, что европейские люди с таким менталитетом, которые обычно думают, что на самом деле в России реально все плохо, и человек решил поехать и доказать всем, что в России на самом деле все по-другому, и поменять их точку зрения о нашей стране. И это было очень неожиданно, что человек настолько смел, потому что не каждый решится на такое. Вань, как тебя удивило? Меня удивило, что он путешествует австопом. Я бы никогда не решился на такое, честно скажу. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...